Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. По совместительству сегодня мы еще и открываем новый месяц, сентябрь, который, как вы помните, уже я не раз отмечал в ходе этой недели. Мы в сентябре ожидаем изменения монетарных политик, как ФРС, так и Европейского Центрального Банка. Хотя в рамках ЕЦБ нас больше интересует не изменение политики, а подтверждение того, что экономика, как и ранее, нуждается в прежних экономических стимулах. Эти события непременно станут определяющими для соответствующих инструментов, тем более, что уже совсем немного осталось до закрытия 2017 года, поэтому в отношении доллара, помимо монетарной политики и той статистики, которую мы изначально анализируем, чтобы подготовить себя к определенным корректировкам, собственно, этой политики, нас еще волнуют и политические темы. Прежде всего, это обещанные реформы Трампа, и я надеюсь, что, наконец-таки, ситуация стала сдвигаться с мертвой точкой. Больше всего нас интересует налоговая реформа, и судя по вчерашним заявлениям главного казначея Соединенных Штатов Америки Стивена Мнучина, налоговая реформа уже практически полностью подготовлена. И, что еще важно отметить, уже прошло предварительное согласование среди тех представителей, которые ранее никак не могли поголосовать за нее, считая ее неподготовленной. Собственно, по налоговой реформе, ну, единственное, что по сроку у нас есть ожидание того, что ее протащат до конца 2017 года, мы будем следить за развитием событий по этому вопросу. Ну, я думаю, что даже до тех пор, пока мы сможем среагировать на этот фундамент, то есть даже встретиться с вами в формате брифингов и проанализировать новости по этой тематике, вы все увидите в движении доллара, потому что мне даже трудно представить, насколько может укрепиться американская валюта, получив, опять же, подтверждение того, что Трамп готов выполнять свои обещания. Потому что налоговая реформа, как вы помните, это то, что позволит корпоративному сектору еще больше, скажем, выдохнуть. Это то, что позволит окрепнуть многим компаниям, и то, что может стать довольно-таки мощным скелетом для того, чтобы американская экономика вышла на утвоение показателей экономического выставления. И сейчас, судя по последним отчетам, годовым данным, с корректировкой на квартальный, собственно, релиз у нас неплохая, цифра 3%, вы помните, это, собственно, статистика буквально двухдневной давности, и доллар в нее уже отреагировал. Поэтому, получив предварительное подтверждение того, что все-таки мы маломальски понемножку начинаем смещаться в фокус тех событий, которые приведут к укреплению доллара, мы обязаны, будучи фундаменталистами, дальше следить за фундаментом, и уж тем более на текущем этапе ни в коем случае не отказываться от длинных позиций по доллару. Давайте сначала поговорим про наши традиционные вступительные инструменты, это рубль и то, что происходит с нефтью, которая классически работает в общей связке. Собственно, Brent нас крайне расчаровал. Первые, собственно, три торговые сессии, даже, можно сказать, с азиатской сессией четверга, у нас были все предпосылки, чтобы вместе с прочими медведями затянуть Brent в район поддержки 50 долларов за пару. Ну вот та динамика, которая развернулась в рамках торговой сессии по лифтянке под конец четверга, и сейчас, собственно, заставила нас снова отказаться от вот этих, возможно, преждевременных ожиданий, снова занять в ожидательную позицию и снова ждать, когда котировки Brent уже теперь опять с верхней планки, 52 с половиной доллара за баррель, будут корректироваться к 50. Класс 52.80, сейчас Brent торгуется на отметке 52.70. Всю неделю, собственно, так же, как и конец прошлой пятидневки, мы с вами следили за ураганом Кахами, за последствием. Изначально пришли к выводу о том, что этот ураган наносит большие последствия негативные, представляет угрозу для объема переработки сырья, но никак не для динамики нефтедобычи. И получили подтверждение, собственно, этого, когда вышел отчет от администрации энергетической информации в среду, указавший на то, что объем добычи не просел за прошлую неделю, прирост был, пусть, и несущественный, но все равно он был. Параллельно с этим цены на нет снижались, а вот цены на бензин, собственно, росли. Это еще одно явное, а может быть, даже самое главное доказательство того, что ураган стал причиной именно снижения объемов переработки. Буквально прошлую неделю мы с вами закрыли сообщениями о том, что под угрозой перепроизводства, переработка на 300 тысяч баррелей, и уже в оторгинг пришли сообщения о том, что производство, переработка нефти по совокупным объемам для мощностей всего Мексиканского залива снизилось больше, чем на 2 миллиона. И вы помните, что ураган Харви продолжил свое ашествие разрушительное на восток, все это продолжалось подтоплениями и новыми угрозами для очередных предприятий, поэтому на этой теме мы с вами спекулировали и вплоть до вчерашнего торгового дня, да и в принципе сейчас мы тоже продолжаем это делать. Но все равно котировки нефти в рамках вчерашних торгов не ослабли, а выросли. И нам нужно найти причины, из-за чего это могло случиться. Ну, есть, конечно же, по фундаменту новости, решайте сами, действительно ли они настолько существенны, чтобы можно было всецело оправдать динамику, которая состоялась вчера, и, может быть, заставить переориентироваться именно уже на длинные позиции. Участники рынка полагают, что основной причиной того восходящего ралли, которая вчера имела место быть, это активности трейдеров перед экспирацией фьючерсных контрактов. Ну, действительно, обычно она приводит к определенной динамике, в данном случае привела к закрытию коротких позиций. Между прочим, фьючерсы на тот же самый бензин выросли больше, чем, по-моему, на 12%. Я, правда, не анализировал их в исторической перспективе, но мне вот сейчас трудно вспомнить, когда в последний раз мы видели такое всплесное отношение этого инструмента. Фьючерсы на бензин, может быть, также отчасти отражают ту картину, которую мы с вами уже сложили, тренировали для себя, связанную с снижением показателей переработки и потенциального, собственно, даже дефицита на внутреннем американском рынке именно продуктов переработки нефти. Еще одна причина, на мой взгляд, она с еще большей натяжкой, то, что многие нефтеперерабатывающие заводы очень быстро смогли наладить, скажем, проблемы с перебоями электричества и готовы были, собственно, вернуться к работе, но возникли другие трудности. Нечего было перерабатывать, потому что, как мы ранее отметили, именно ураган и сам факт стихийного бедствия привел к определенным разрушительным последствиям для инфраструктуры, в том числе и для транспортных узлов. Соответственно, эта причина, то, что НПЗ готовы работать с нефтью, но при этом поставщики не готовы из-за последствий урагана отгружать прежних объемов, я считаю, не совсем состоятельной причиной, потому что есть и стратегические резервы у США, которые в случае необходимости готовы покрыть аппетиты НПЗ, и в том числе и в рамках мексиканского залива. Поэтому это так, для общего фона, для общего сведения. Но, на мой взгляд, что могло действительно привести к интересу именно нефтянки, это сообщение о том, что вслед за ураганом Харви идет новый. Правда, он сейчас в зародышевом состоянии. Кстати, эти выходные могут стать переломными для нас, как для трейдеров, нефтянкой в плане этого сообщения. Потому что в эти выходные, если реализуются самые пессимистичные и мрачные ожидания, это локальное пока что зарождающееся стихийное бедствие приобретет статус полноценного урагана. И потом мощь и силы его будут только раскручиваться. И в этот раз, ну, это, правда, еще не подтверждено, но я, опять же, через те сообщения, которые мне довелось сегодня утром проанализировать, кто-то считает, что у нового урагана может быть статус, который когда-то был характерен для Катрины в далеком, по-моему, 2005 году. И тогда мы помним, что этот ураган уже стал проблемой не для нефтеперерабатывающих заводов, а сказался на объемах производства нефти. Тогда добыча нефти снизилась в диапазоне от 1,5 до 2 миллионов в баррель. Это очень много, учитывая, что добывали чуть больше 9 миллионов. Получается, что это практически 25% всего производства. Но это тоже может быть с натяжкой сверхпессимистичный сценарий. Я считаю, друзья, что локально этот фон игнорировать мы не будем. Давайте переживем эти выходные. После выходных в понедельник снова на облифинге обсудим тему. Если все-таки этому урагану присвоят статус полноценного нового разрушительного психийного бедствия, тогда признаем тот факт, что котировки на этой новости какое-то время могут еще пустировать, троллировать и расти даже выше отметки 53 доллара за баррель. И еще одно сообщение. Оказывается, пока мы сместили попус нашего внимания на то, что происходит по последствиям урагана Харви, мы немножко недооценили фундамент, который был характерен для Ближневосточной государства и для Ливии. Очередной конфликт. В этот раз конфликты без кровопролития, и слава богу. Конфликт связан с профсоюзами, собственно, и с рабочими по поводу заработных плат работодателей, точнее. И считается то, что на текущем этапе уже он привел к срывам поставок на 350 тысяч. То есть, мир не добрал 350 тысяч баррелей ливийской нефти и не добирает сейчас в сутки. Ну, эту статистику я еще перепроверю, друзья. Если действительно так, то с новыми новостями в понедельник уже дам вам знать, есть ли угроза с этой стороны. Поэтому, возвращаясь в целом к нефтянке, есть ли у нас сегодня на что поставить? Конечно же, статистика Бейкер-Хьюс по количеству нефтяных терминалов посмотрим за этим релизом. Правда, в последние недели он больше поддерживал, а цены на них нет, но ситуация может измениться. Не забывайте также, что большинство экспертов уже сошлись во мнении, что следующая среда, следующий отчет от Администрации Нейстической информации, он уже полностью отразит последствия урагана Харви. Если так, то мы должны увидеть сокращение запасов, собственно, бензина и рост запасов нефти. Будем надеяться, что хотя бы эта статистика позволит нам нивелировать последствия потенциальной угрозы нового урагана и все-таки подержаться пока, если не как можно ближе к нижней границе нашего узкого коридора, то, по крайней мере, хотя бы в нем. Не хотелось бы сейчас оказаться выше, потому что чем выше мы уйдем сейчас на фоне вот этих локальных постмажоров, тем дольше нам придется, опять же, ждать реализации нашей короткой позиции. Но она остается именно таковой. Рубль, получив поддержку на рост инъекции, напоминаю, что рост был не просто там на процент, полтора процента. Мы увидели ралли 5-процентного толка, скажем так, ралли, которая перекрыла все снижение последних торговых сессий. И рубль, который до этого, в принципе, чувствовал себя довольно неплохо, конечно же, локально отреагировал прежде всего именно на этот фундамент. Поэтому мы видели и котировки ниже 58. Сейчас, правда, рубль снова просел 58.06. И вчерашняя торговая сессия явно доказала то, что корреляция снова растет. И если вы интересуетесь рублем, хотите знать, что с ним произойдет дальше, не через день, а через два, а через неделю, через месяц, на более 5-й период времени смотрите на нефть и отталкивайтесь от нефтянки. Доллар японская иена. Котировки на текущий момент у нас 110.02. Держимся мы выше поддержки 110. Восстановление американца за эту неделю было очень серьезным. Мы, между прочим, многие трейдеры, мои коллеги, я думаю, что и ваши знакомые, если даже не вы считаете, согласны с позицией того, что период, который без того затянулся, период слабости для доллара, он уже постепенно сходит на нет. Потому что раньше мы отыгрывали геополитику, раньше у нас было меньше статистической фундаментальной поддержки, раньше мы рассчитывали на то, что ФРС может больше негативных сигналов по фундаменте и, соответственно, указать на то, что ужесточения политики не будет до конца этого года. Сейчас мы про это уже не говорим. Хорошо, что инцидент Северной Кореи на втором или даже на десятом плане, по крайней мере, вчера про это никто не говорил, и все опирались только на статистику. А вот статистики по штатам у нас очень много в последнее время. И самое главное, сегодня мы с вами ждем ключевой ревиз всей недели. Фармферлс, который будет публикован в 15.30 по московскому времени. О уровне безработицы, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, динамика заработных плат. Выбирайте для себя то, что вам хочется больше проанализировать, то, что вы считаете более интересным для перспектив долларов. Мое субъективное мнение, что это заработные платы, потому что зарплаты влияют на потребительскую активность, а потребительская активность разгоняет инфляцию. Инфляция и рынок труда – это два, скажем, столопа, таких столпа, которые для ФРС являются отправными, основными моментами для повышения процентной ставки. С рынком труда прогресс, на мой взгляд, очевиден, но здесь рынок труда также может отчасти решить проблему с низкой инфляцией. Поэтому сегодня я на статистику возлагаю огромные надежды. И сегодня я, как и, собственно, в рамках вчерашней торговой сессии, предлагаю вам готовиться, потому что эта статистика не разочарует. Она укажет на то, что медианная оценка по росту новых рабочих мест остается выше 180 тысяч, и это несомненный позитив, потому что если заработные платы вырастут по прогнозу именно так, тогда инфляция тоже будет смещаться на положительную территорию. Я лично раньше, ну, раньше буквально до вчерашнего дня полагал, что есть риски для индекса потребительских цен в Штатах, потому что цены на нефть снижаются, а энергоносители напрямую влияют на этот индекс. Но, судя по вчерашнему релизу по инфляции в рамках еврозоны, на самом деле инфляция не так уж и сильно просела в рамках еврозоны, и вовсе, в годовом выражении, у нас был даже прирост. Поэтому то же самое может быть характерно, соответственно, и для американской экономики. А в целом, по статистике по Штатам, у нас уже было очень много поддержки. Экономический рост во втором квартале 3%. Лучший релиз первого квартала 2015 года. DP 237 тысяч, статистика, которая коррелирует с Non-Farm Perils. Плюс ко всему были пересмотрены данные за прошлый период, больше, чем на 25 тысяч новых рабочих мест. Считается то, что ключевые компании, основные компании, занятые в сфере услуг, создали наибольшее количество новых рабочих мест. И спасибо им за это. Я думаю, что многие американские домохозяйства тоже их поблагодарили уже. Соответственно, личные расходы 0,3% – это стат данные вчерашнего дня. А с прошлого 0,2% здесь тоже рост зафиксирован. Личные доходы. Но здесь уже можно было понять, что если у нас экономика выросла, и тогда мы помним, что эксперты отметили два основных разгоняющих фактора. Это рост коэффицирования компаний и высокие показатели потребительской активности. Можно было рассчитывать на то, что личные доходы не подведут. 0,4% с прошлой нулевой отметки. И вчера заявки на пособие по безработице, последний релиз, который готовит нас к Non-Farm Parallels, правда, делает это на еженедельной основе, 236 тысяч, 130-я неделя подряд ниже 300 тысяч. Такой отсчет явно указывает на крайне низкие показатели увольнений и выедание, по сути, работодателями всего предложения, которое присутствует на рынке труда. Основной индекс расходов на личное потребление здесь снижение на 0,1% с 1,5% до 1,4%. И считается то, что именно этот релиз и стал причиной локального отката по доллару, который мы вчера видели. Потому что рост расходов на личное потребление это показатель тоже предвосхищающий отчет по инфляции. Если есть замедление, то есть и ожидание того, что и общий индекс СПА может просесть. Другого фундамента, который обвалил доллар, на рынке не было. Не было проявлений геопатических угроз новых со стороны Северной Кореи. Не было ненужных воинственных конфликтационных заявлений со стороны США о том, что они готовы пресекать в том числе и любыми военными действиями агрессию и провокацию со стороны Северной Кореи. Нет. Рынок отреагировал распродажами доллара. Либо элементарной подготовкой и опасениями того, что мы увидим сегодня. Ну, это обычно рынок мечется перед столь важным событием. Либо только вот этот релиз, который я сказал, последним повлиял на ухудшение настроения. Ну, я надеюсь, что вы не оказались в числе тех, кого этот релиз разочаровал и кто усомнился в том, что доллар может вырасти. Считаю то, что у доллара у американцев по-прежнему шансов очень много. Собственно, вчера каккосрочно мы торговали долларом японской иены. Как вы помните, через укрепление оппозиции доллар японская иена просела. У нас локальный убыток по дню 40 пунктов. По европейской валюте вчера тоже зафиксировали убыток 15 пунктов, потому что европейская валюта, собственно, повторяла то, что происходило с долларом. И на слабость американцев вместо коррекции, которая была более ожидаема, мы увидели локальное восстановление. По европейской валюте вчера индекс потребительских цен, как я уже в спольсе отметил, разбирая ситуацию с долларом, 1,5% с 1,3% прирост. Это подстегнуло, конечно же, настроение улучшило отношение к евро. Трейдеры почитали то, что вот он сигнал того, что Европейский центральный банк получит возможность говорить о более жесткой монетарной политике на заседании, которое уже у нас на следующей неделе, 7 сентября. Но, друзья, не забывайте, что роста с 1,3% до 1,5% недостаточно, чтобы переубедить Драги в том, чтобы он начал говорить о жесткой монетарной политике, о сокращении программы количественного смягчения и, соответственно, о росте процентной ставки. Драги уже дал понять, что даже при столь символичном восстановлении индекс потребительских цен все равно далек от цели в 2%, 1,5% и 2%. Видите разницу? Чтобы преодолеть эту дистанцию, понадобится, уж не знаю, сколько времени, наверное, не меньше года, да и плюс цены на них должны расти, чтобы был мощный экостимул у восстановления этого индикатора. Ну и, конечно же, мы тоже ждем заседания 7 сентября, потому что Драги уже между строк отмечал то, что там будут сделаны официальные заявления и конкретные, опять же, заявления, не просто ввода о том, что мы, может быть, готовы, ну, посмотрим, а либо да, либо нет. Но, как вы уже понимаете, я все-таки рекомендую вам склоняться в позиции того, что программы количественного смягчения и текущие стимулы так и будут характерны для ИЦБ, для политики, мягкой политики, вплоть до конца 2017 года это как минимум. По европейской валюте вчера, как я уже отметил, мы тоже ставили на снижение, но европейская валюта чуть выросла. 15 пунктов здесь убыток зафиксированы по фунту. Нулевой результат на тех же самых значениях, что и сейчас хочу добавить и поддержать ваши короткие позиции комментариями представителя Банка Англии Сандерса, который, как и мы, прочит рост индусов потребительских цен до 3% в ближайшие 2-3 месяца. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для усиления роста, отрицательного роста доходов населения, со всеми вытекающими отсюда последствиями для снижения активности потребителей и для возможного замедления экономического восстановления. Это только макроэкономическая конъюнтура. Сегодня у нас отчет по PMI в производственном секторе. По прогнозу, кстати, снижение этого индекса локально. Это релиз, который может ускорить снижение фунта, но мы еще больше ждем поддержки для этой короткой позиции и в политике о переговорах по прогнозу. Пока новостей нет, мы уверены, будут. Фунту сохраняем сэл. Доллар канадец. Вот этот актив нас вчера крайне расчаровал. Меня я уже было поверил в то, что канадец наконец-таки отлился от минимальных уровней и должен использовать поддержку роста доллара, снижение цен на нефть и не таких уж и высоких ожиданий того, что ставку повысит на следующем седании. Следующее седание Банка Канады, кстати, на следующей неделе. USDCAD. Мы торговали вчера этой валютой парой, рассчитывая на то, что ралли от позапрошлого дня продолжится. Но, к сожалению, USDCAD свел на нет вообще. Наши с вами позитивные ожидания того, что этот ралли может продолжиться. Потому что вчера мы увидели обвал с котировок. Вот даже выписал значение 1,2637. Мы с вами говорили про уровни, собственно, во время вчерашнего брифинга. И сейчас 1,2454. Как вы видите, две фигуры практически. Соответственно, торгой этой валютной парой вчера мы бы с вами вслед за профитом, который удалось зафиксировать примерно на 130 пунктов. В среду, в четверг, этот профит обернулся бы потерями. 180 пунктов. Поэтому сейчас совокупные, уже недельные результаты из-за этой валютной пары у нас минус 250 пунктов. Конечно же, много. Но сегодня есть возможность реабилитироваться, ставя на рост доллара, ставя, соответственно, на снижение европейскую валюту, прежнюю коррекцию фунта. И ставя на то, что пара доллар-канадец тоже все-таки признает тот факт, что спекуляции на тему роста процентных ставок, исходя из крайне высокого курса обменного канадца, и исходя из того, что уровень инфляции еще отстает от цели, могут уже быть не такими выраженными. Но вот вчерашний отчет по ОВП, как вы помните, 4,5% в квартальном выражении. Это существенный контраст, оценка, которую мы видели в прошлый раз, 3,7%. И вероятность того, что 6 сентября, то есть за день до Европейского центрального банка, Банка Канады, повысит процентную ставку, выросла с 27% до 41%. Но это все равно, друзья, ниже 50%. Я думаю, что особо обольщаться не стоит. Ставку повысит. 100% повысит, но только не сейчас. В лучшем случае, тогда же, когда и это сделает ФРС, в декабре 2017 года. Сейчас более толерантная, более терпимая позиция для канадского регулятора будет более оправданной. И, соответственно, 6 сентября, когда мы с большей долей вероятности получим сигнал отсутствия решения по росту процентной ставок, Канадий сможет показать совершенно обратную динамику и в таких же, собственно, сопоставимых объемах. Фундамент игнорировать не нужно, особенно на текущих этапах, на текущих новостях о крайне нервозном состоянии рынка. Сегодня нам есть за что цепляться, это за поддержку для доллара. Надеюсь, что нам удастся улучшить недельный результат и доллар нам в этом поможет. Друзья, 15.30 максимум внимания, крайние, скажем, показатели, высочайшие показатели вашей бдительности. Если нет возможности, пожалуйста, найдите возможность, окажитесь в этот момент на рынке и уж тем более окажитесь, скажем, в контроле с вашими позициями, потому что если что-то пойдет не так, вы должны будете принять решение и окончательно еще до следующего брифинга прийти к выводу о том, что есть еще надежды о том, чтобы ставить на укрепление доллара, либо их уже нет. Но я все-таки считаю, что на мрачный такой скепсис рассчитывать не стоит, доллар получил первые сигналы того, что рынок труда прогрессирует, это статистика по EDP, доллар получил сигнал от роста личных расходов, от роста потребительской активности, от приказа о значении экономического восстановления. Но все это должно было в конечном счете быть сконвертировано и в улучшение ситуации на национальном рынке труда. Ждем отчетного фармфейлс в 15.30 и ждем продолжения восстановительной динамики доллара. Если есть вопросы, как и всегда, канал на YouTube к вашим услугам, оставляйте ваши комментарии. Огромное спасибо тем, кто оставит лайки. Это, как и всегда, то, что показывает исключительно стимулирующее, мотивирующее воздействие на спикера. Стараюсь держать вас в курсе, собственно, буду делать это и дальше. В понедельник у нас две встречи, это брифинг и вебинар в 16.30 по московскому времени. Соответственно, увидимся. Хорошего вам закрытия недели, хорошего закрытия торговой сессии 1 сентября и замечательных выходных. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok